Рынок недвижимости не стоит на месте, постоянно развиваются, появляются как новые виды объектов недвижимости, так и новые варианты и схемы ее реализации. Также должны совершенствоваться и сами сотрудники, работники этого рынка. Вот для этого мы пригласили в студию гостей. У нас в гостях Ирина Вяткина, пиар-директор группы компании «Метро», Алфья Карпачева, представитель Ассоциации Ярославский союз риэлторов и Елена Горелова, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования по Сбербанк России. Доброе утро! Доброе утро! Что происходит сейчас на рынке недвижимости? Чем вызван вот этот запрос для того, чтобы и сами риэлторы тоже собирались вместе и обучались? На самом деле сейчас в Ярославле рынок тех, кто оказывает услугу в сфере недвижимости, он такой очень интересный. Есть крупные игроки, которые достаточно известны Ярославлю, есть достаточно много небольших компаний, которые на рынке также оказывают эту услугу. Законодательство, оно меняется. Недвижимость, покупка недвижимости, она так или иначе связана с инструментами юридическими, знаниями юридическими, с финансовыми знаниями. И для того, чтобы повысить общий уровень оказания качества услуги в сфере недвижимости, мы задумали собраться все вместе, большим и маленьким, для того, чтобы провести форум и обсудить вопросы, тенденции, тренды, то, что касается продажи недвижимости в Ярославле. Какие же вопросы будут решаться на предстоящем форуме? В рамках форума мы обсудим очень много важных вопросов. Форум будет состоять из двух дней. Первый день, это четверг, 21 марта, будет посвящен в большей степени общению между риэлторами. У нас пройдут круглые столы, на которых мы будем обсуждать условия, правила работы на рынке. Также обсудим насущные вопросы, которые есть на сегодняшний момент в сфере. В рамках первого дня мы пообщаемся с представителями госорганов. На самом деле эти моменты взаимодействия с государственными структурами, это является неотъемлемой частью сделки, и очень часто риэлторы сталкиваются с неразрешимыми проблемами. А так как мы действуем в интересах клиентов, прежде всего, неразрешимые проблемы, как правило, срывают сделку. И вот чтобы устранить эти недопонимания между государственными структурами, риэлторами, мы приглашаем коллег из других подразделений финансовых и не финансовых. На самом деле вопросы возникают во всех сферах. В течение сделки она проходит месяц, и это, как правило, очень много участников ее. И вот чтобы на каждом этапе все происходило гладко, с пониманием дела, мы приглашаем специалистов. Только ли какие-то лекции будут, или все-таки практические занятия тоже? В рамках второго дня у нас пройдут тренинги, приедут звезды, которые имеют значение для риэлторов. То есть риэлторские звезды бывают? Риэлторские звезды существуют, да. И наши коллеги смогут поучиться всяким интересным штучкам и нововведениям. У нас даже будет целый батл. Есть на самом деле в риэлторском бизнесе разные способы продажи недвижимости. И у нас будут те, кто отстаивает один способ, есть те, кто отстаивает другой способ. И мы попытаемся в рамках их коммуникации, их спора такого здравого, понять, какой же из способов наиболее сегодня является актуальным и интересным. Да, ну и безусловно все это напрямую влияет на уровень профессионализма участников рынка недвижимости, повышает уровень профессионализма. Это позволит для, в первую очередь, для клиентов, для наших жителей города Ярославля и области сделать сам процесс улучшения жилищных условий очень приятным. То есть прозрачным, безопасным, удобным, комфортным. На самом деле этот форум поддерживают даже некоммерческие организации. Будут присутствовать представители Международной ассоциации профессионалов рынка недвижимости, ФИАПСИ, Михаил Грин, который выступит в панельной дискуссии и расскажет о стандартах работы риэлтора, как это принято в международном сообществе. И эти стандарты, которые приняты в международном сообществе, мы планируем как минимум внедрять, практиковать на ярославском рынке. Немаловажная сторона этого бизнеса – застройщики. Скажите, будут ли они присутствовать на мероприятии? Да, безусловно, застройщики будут присутствовать на данном мероприятии. Будет круглый стол. Будут освещены очень важные вопросы, связанные с изменением в законодательстве на рынке строящегося жилья, которые грядут с 1 июля текущего года. Соответственно, данные изменения, они коснутся всех участников рынка, коснутся и первичного жилья, и вторичного жилья. И вот все сложности, с которыми мы можем столкнуться, мы будем это обсуждать и находить совместные пути, решения и дальнейшего развития нашего сотрудничества и взаимодействия. Елена, итоги какие хотите получить? Главным итогом данного форума будет повышение качества сервиса, которое мы совместно с нашими партнерами, безусловно, предоставляем нашим клиентам. Хочу добавить, что это первый региональный форум, который мы проводим в нашем городе. Также в числе приглашенных гостей будут наши коллеги из области Ярославской, из соседних областей. И на самом деле здорово, что мы такое мероприятие организовали, потому как в рамках него мы можем пообщаться друг с другом, установить единые стандарты предоставления качественной услуги, о которой Елена сегодня говорила. И это здорово, что первое такое мероприятие, которое мы планируем проводить регулярно. На сегодняшний день порядка 400 человек планируют к участию в форуме. Мы это профессионалы рынка недвижимости, и мы ожидаем тех, кто придет к нам и не профессионалы рынка недвижимости, но тем не менее оказывают услуги по покупке, продаже, аренде, чтобы узнать что-то новое в законодательстве, во взаимодействии с различными структурами. Мероприятие пройдет 21-22 марта на двух площадках. Это площадка «Паркин» на Павлика Морозова и площадка «Взбербанки» на Советской улице. Там мы обсуждаем вопросы риелторского сообщества и ждем тех, кому эти вопросы интересны.